Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот в процессе такой работы мы поняли, что эта работа с эпизодом будет интересна и школьным учителям, особенно тем, кто ведет практику по подготовке к ЕГЭ, так как там, в общем-то, сходная ситуация, когда за небольшое количество часов нужно повторить большой классический текст. Поэтому мы приняли такое решение продолжить наши встречи в формате методического клуба учителей-словесников, который мы ведем уже не первый год. В этих встречах обычно участвуют наши эксперты, эксперты нашего университета, приглашенные эксперты по отдельным темам, нам такая необходимость, когда возникает, мы приглашаем, и методисты нашего института. У всех участников есть возможность задавать вопросы, что, наверное, наиболее ценно, да, и эксперты всегда готовы на них ответить. Напомню еще раз, что мы всегда делаем запись наших встреч, выкладываем эти записи на YouTube, и это удобно тем, что вы можете посмотреть встречу в удобное для вас время. А презентации спикеров мы обычно отправляем, выкладываем в наших чатах, чтобы вы тоже могли ими пользоваться. Еще вот буквально пару слов скажу о той методике проведения урока, которая у нас складывается вот при реализации этого проекта. Я сейчас попробую небольшую картинку вам показать, чтобы было понятно, в каком направлении мы движемся с нашими экспертами. Вот я надеюсь, что у вас сейчас картинка появилась. Смотрите, как складывается урок в этой ситуации. Ну, это может быть часовой урок или двойной урок. Да, вот смотрите, то есть здесь, ну, в центре мы, как и договорились, да, это эпизод художественного текста, и как бы за его, вот за спиной у этого эпизода, да, всегда стоит художественный текст как целый, потому что все-таки, когда мы работаем с эпизодом, нам нужно всегда понимать, что эпизод – это часть текста, и этот эпизод должен быть такой, который будет отражать то главное, что есть в тексте. Поэтому к выбору эпизодов для анализа мы относимся максимально внимательно. И очень важный момент, наверное, вот для СПО, как раз системы, может быть, менее важный для школьной системы – это мотивационный вопрос. Мы договорились с экспертами о том, что мы будем придумывать вот такие вопросы, которые могли бы как-то актуализировать личный опыт учащихся, студентов или школьников, их социальный опыт, их эмоциональный опыт, чтобы они как-то включались в ту работу, которую мы организуем с классическим текстом. Потому что, как правило, наверное, скорее всего, там ситуация такая, что ребята в системе СПО очень часто могут быть, что текст просто не читали. То есть для них это первое знакомство с текстом. Единственное, что я должна тоже сказать для тех, кто еще не в курсе этой ситуации, для школьных учителей, мы снимаем видеоролики по всем материалам курса. То есть по каждому автору, по каждому произведению. У нас есть от одного до четырех роликов, и эти ролики предназначены для самостоятельного просмотра учащихся. И, как правило, по нашей программе они их смотрят до занятия в классе. То есть они могут посмотреть ролик, и к каждому ролику еще есть тесты. То есть они могут посмотреть ролик и проверить себя. А на урок они уже приходят работать непосредственно с текстом. Но, тем не менее, вот такой мотивационный вопрос, который мог бы как-то привлечь внимание учащихся к тому, о чем мы будем говорить, мы для себя вот такие вопросы придумываем и предлагаем вам тоже ими воспользоваться. Но, конечно, самое важное, что нам кажется, это создать, придумать, предложить учащимся такой проблемный вопрос, который мог бы как раз связать художественный текст в целом с теми эпизодами, которые мы будем разбирать. Этот проблемный вопрос нам бы тоже очень хотелось, чтобы он был связан как с содержанием, так и с художественной формой произведения. Ну, с содержанием, то есть его тематикой, проблематикой, чтобы он как-то ее отражал. И, наверное, вот есть смысл выбирать какую-то художественную доминанту, потому что про все художественные особенности, естественно, поговорить невозможно в отведенное время. Поэтому мы договорились о том, что при каждом обращении к какому-то автору или произведению будем находить такую художественную доминанту. То есть это может быть жанр произведения, если, например, речь идет о романе «Эпопея», или какие-то его особенности, например, психологизм у Достоевского, ну и так далее. То есть мы бы пытались для себя решить эту проблему таким образом. То есть на каждом занятии мы предлагаем проблемный вопрос, который бы отражал содержание эту тематику, проблематику, и как-то связывал, был связан с художественной доминантой, с тем, что мы предлагаем, какой может быть термин, какое понятие мы предлагаем рассмотреть. Итак, давайте вернемся к этому. Итак, нам важен проблемный вопрос. И вот когда мы уже составляем вопросы и задания для анализа эпизода, это тоже важная история, нам нужно к этому проблемному вопросу все время как бы обращаться, чтобы эти вопросы и задания помогали ответить на этот проблемный вопрос. Но это вот такая модель, которая у нас возникла, и по которой мы строим работу по тем темам, которые у нас входят в нашу программу. Сегодня у нас немножечко другая ситуация, потому что мы работаем сегодня с поэзией, и у нас есть возможность работать не с эпизодом, а с отдельными стихотворениями. Но эти стихотворения тоже, собственно, представляют собой эпизод или часть поэзии автора в целом, поэзии автора, о котором мы говорим. И у нас возникла такая идея, опять же, исходя вот из того, что какие часы у нас отведены на изучение литературы или там на практикуме по ЕГЭ, точно так же у нас очень мало часов для этого. Мы решили, что вот объединить трех авторов, Фета Тютчева и Некрасова, есть такая возможность, может быть, объединить их на каком-то другом уровне, может быть, на каком-то другом основании, может быть, с каким-то другим подходом, для того, чтобы еще раз, или, может быть, в первый раз, если это речь идет об СПО, или, может быть, еще раз, когда мы говорим про практикум по ЕГЭ, дать представление о всех трех авторах, об их различиях, об их особенностях. И мы пригласили для разговора сегодня, мы пригласили Александра Витальевича Пашкова. Мы его традиционно приглашаем на темы, которые связаны с поэзией, потому что Александр Витальевич у нас, по-моему, непревзойденный спикер в этой части. И те, кто были в прошлом году на Метод-клубах, я думаю, что в этом убедились. И Александр Витальевич представит нам вот свое видение того, как можно тему поэзии второй половины XIX века именно этих трех авторов представить на занятии как в системе СПО, так и, например, на практикуме по ЕГЭ. Возможно, вы будете это использовать на уроках по творчеству этих авторов. Вот такое предварительное замечание я сделала и передаю слово Александру Витальевичу. Александр Витальевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Видно ли презентацию? Да. Скажите, слышно ли меня? Мне кажется, у меня уже какие-то... Да, видно и слышно. Спасибо. Да, слышно. Хорошо. Поговорим о поэзии второй половины XIX века. Некрасиве, Петя и Тютчеве. Основная задача – найти общие подходы клирики и в то же время подчеркнуть в этих общих подходах что-то неочевидное на первый взгляд. Некрасов, Фет, Тютчев, как мне кажется, не совсем просты для восприятия и не всегда просты для восприятия. И, может быть, будет удобнее работать с ними, если вот как-то удастся их объединить каким-то образом. Я почему-то не вижу себя, коллеги, но вы меня видите и слышите. Все хорошо, да? Если вдруг что-то, какие-то проблемы, сигналы, вы, пожалуйста, дайте знать. Да, все хорошо. Замечательно. И так вот хотелось бы постараться избежать стандартных подходов к творчеству поэтов XIX века, второй половины XIX века. Вот тех трех поэтов, о которых мы сегодня говорим. Таких подходов привычных, при которых мы имеем в виду, что Тютчев и Фет – это что-то о природе, а Некрасов – это гражданская лирика, а он – тяжелые доли крестьянства. Понятно, что это все так, но в то же время понятно, что и Фет и Тютчев не только о природе, а Некрасов – далеко не только гражданская лирика. И вот чем менее очевидным, как мне кажется, чем менее очевидным будет наш подход к лирике, тем более интересным он будет для обучающихся. Предлагается выбрать для анализа любовную лирику Некрасова, Фета и Тютчева. Но вот по одному стихотворению взято в качестве примеров, но предложенные подходы возможно использовать также и для работы с другими произведениями этих авторов. Это вот просто примеры. Любовная лирика Некрасова, Фета и Тютчева, как мне кажется, сразу уводит нас немножко в сторону от каких-то стандартных и привычных подходов к их творчеству. И я бы хотел сначала прочитать все три стихотворения, которые я вашему вниманию предлагаю. У Некрасова «Я не люблю иронии твоей», у Фета «Старые письма», а у Тютчева «Весь день она лежала в забытии». Прочитать, вспомнить их, чтобы они прозвучали сейчас. А потом уже в нашем разговоре мы будем возвращаться к каждому из этих стихотворений, так или иначе. Итак, Некрасов, «Я не люблю иронии твоей». Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим. А нам с тобой, так горячо любившим, еще остаток чувства сохранившим, нам рано предаваться ей. Пока еще застенчиво и нежно свидание продлить желаешь ты, пока еще кипят во мне мятежно ревнивые тревоги и мечты, не торопи развязки неизбежной. И без того она недалека. Кипим сильней последней жажды и полны, но в сердце тайный холод и тоска, так осенью бурливее река, но холодней в ушующие волны. У Фета стихотворение «Старые письма» я здесь его взял не целиком, но большое стихотворение, но вот четыре страфы. «Давно забытый под легким слоем пыли черты заветные, вы вновь передо мной и в час душевных мук мгновенно воскресили все, что давно-давно утрачено душой. Я вами осужден, свидетели немые, весны души моей и сумрачной зимы, вы те же светлые, святые, молодые, как в тот ужасный час, когда прощались мы. А я доверился предательскому звуку, как будто вне любви есть в мире что-нибудь. Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку. Я осудил себя на вечную разлуку и с холодом в груди пустился в дальний путь. Зачем же с прежней улыбкой умиления шептать мне о любви, глядеть в мои глаза? Души не воскресит и голос всепрощения не смоет этих строк и жгучая слеза. Утючева стихотворение «Весь день она лежала в забытии». Весь день она лежала в забытии, и всю ее уж тени покрывали, лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она, и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила, «Я был при ней, убитый, но живой, о, как все это я любила! Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось, о, Господи, и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось». Вот самое общее основание для разговора о лирике, мотивационный вопрос, как мы это называем, зачем вообще нужна поэзия? Ну, на первый взгляд, самый бесполезный вид творчества. И вот тут, как мне кажется, нужно идти от общего к частному, имея в виду, что, наверное, импульс возникновения поэзии, создания поэтического текста, такой исходный, да, изначальный импульс, импульс – это особое мироощущение человека, такое поэтическое мироощущение, особое состояние души и мыслей, ну, я бы сказал, особый внутренний ритм, который в человеке, в его сознании есть, и который в конечном итоге проявляется в поэтическом произведении, да, в поэтическом тексте, в поэтическом речи, в поэтической речи, и побуждает человека высказываться вот в такой странной форме, каковой, да, если вдуматься, является стихотворная речь, записывать слова и строки на бумаге не сплошь, как в прозаическом тексте это делается, да, а в столбик, делить речевой поток на какие-то соизмеримые речевые отрезки стихи, стихотворные строки, измерять и соизмерять звучание речи, искать стихотворный метр, или размер, ям, хорейна и другие, искать рифмы, и, наконец, каким-то особым образом стараться высказаться, не всегда напрямую, вот, не всегда называя вещи своими именами, да, а стараться найти для них особое поэтическое слово, особое иносказание, вот так я бы широко это определил, понятно, что это иносказание, оно воплощается в тропах разных художественных приемах, в разительных средствах, сравнениях, эпитетах, метапорах и так далее, но вот все это, собственно, и оказывается, да, в поэтическом языке воплощением вот того особого состояния души, особого состояния мысли, о котором я говорил, и, может быть, того особого внутреннего ритма, да, о котором я упоминал, но пока, повторю, широко обозначим вот эту такую особую специфику поэтического языка как некую иносказательность, иносказание, да, которое всегда поэтическому тексту сопутствует, ну, и дальше получается по логике, что это особое поэтическое иносказание, вот, например, в любовной лирике, да, оно воплощается в том, что поэты не говорят прямо о своих чувствах, да, не говорят я люблю, я ненавижу, я разлюбил, да, любил, разлюбил, а прибегают подчас, вот, как раз к иносказанию, к некой эфемизации, да, возможно, стараются передать внутреннее, то есть, чувства свои через внешнюю, да, например, пейзаж, портрет, интерьер, художественную деталь, и как раз поиск для каждого примера, для каждого поэта, вот, такого ключа своеобразного, этого, ну, иносказательного, да, к воплощению какой-то темы, в данном случае к воплощению любовного чувства, да, вот, он действительно может быть удобным для анализа произведения на занятиях, в разговоре об этих трех стихотворениях хорошая отправная точка, как мне кажется, это сравнение творчества поэтов второй половины девятнадцатого века с поэтическим творчеством их предшественников, ну, вот, например, Пушкина. Можем сравнить их произведения, с пушкинской любовной лирикой и как будто оттолкнуться от пушкинской традиции, ну, допустим, у Пушкина в хрестоматийных примерах, ну, допустим, Канни Керн, я помню чудное мгновение, объект чувства, возлюбленная, да, она романтизирована, она соотносится в большей степени с миром мечты, вот в этом, вот в схеме двоемирия романтического, имеет мало отношения к миру земному, а вот у поэтов второй половины девятнадцатого века, к которому мы сейчас обращаемся, как раз наоборот, их чувства и объект этих чувств более зримы, осязаем, более того, вот в каждом из трех рассматриваемых нами сегодня случаев, да, история любви по тем или иным причинам или уже завершилась, или близка к своему завершению, да, но вот проявляется это по-разному, допустим, у Некрасова в стихотворении «Я не люблю иронии твоей», но очевидно, что взаимоотношения вот-вот себя исчерпают, да, а в стихотворении Фета история любви относится к прошедшему времени, вот старые письма напоминают о ней, а в Тютчевском стихотворении речь идет о тяжелом недуге возлюбленной, да, ее болезни, ее пребывание на пороге уже ухода из жизни, да, умирании, угасании человека, но при этом не угасании, не умирании чувства, но тем не менее, да, вот история любви в большей степени не к настоящему, а к прошлому относится, и дальше мы, имея в виду вот то иносказание, которое я обозначил, да, для каждого для каждого произведения можем наметить, ну, какой-то список вопросов уже более конкретных, да, которые дадут нам какие-то интересные любопытные подходы к этим текстам, и вот, допустим, для стихотворения Некрасова, как мне кажется, удобным может стать вопрос, почему любовная лирика, да, почему стихотворение, которое к любовной лирике относится, начинается со слов «я не люблю», да, не со слов «я люблю», что, казалось бы, можно было ожидать, да, вот наоборот, «я не люблю», и тут, конечно, есть о чем порассуждать, и в каждом случае раскрытию темы любви сопутствует какая-то параллельная тема, скажем так, да, вот, допустим, у Некрасова сопоставляются, сополагаются, наверное, противопоставляются, сталкиваются два чувства, с одной стороны любовь, да, с другой стороны ирония, ироническое восприятие действительности, и очевидно в представлении поэта два эти состояния, два эти чувства, они противоположны, и как раз вот ирония, возможно, она для любви губительна, а с другой стороны может быть в той ситуации, когда чувство любви близко к завершению, да, ирония, но в таком-то смысле естественным образом приходит ему на смену, да, или в каких-то ситуациях непростых, да, эпизодов взаимоотношений, становится такой маской своеобразной, да, дает возможность скрыться, спрятаться от каких-то проблем, от их обсуждения, да, от их, от их осмысления, в стихотворении «Старые письма» утючего акцент перенесен на такую вот важную деталь, да, письма, которые перечитывает лирические герои, которые, в общем, в себе им, ну, скажем так, сохраняют память о чувстве или остатки его, вот внутреннее через внешнее таким образом выражается. Ну, а в тютчевском стихотворении тема любви и тема смерти соотносится, да, и тютчев в подтексте размышления о любви в такой вот философский переносит, философский план, да, о любви и смерти размышляя, рассуждая. И тут еще важно отметить в каждом из этих примеров, что так же их объединяет, роднит, то в лирическом произведении как будто в некоторых случаях поэты несколько отходят от, собственно, лирической формы высказывания. Мы можем видеть стремление к некой эпизации, да, эпическое начало так или иначе проявляется во всех трех примерах, да, но если вот совсем просто это определять, допустим, через грамматические формы, да, с которыми тот или иной литературный род можно соотнести, и мы привыкли, что лирика как род литературы в большей степени соотносится с первым лицом, от первого лица я, да, и воплощение в выражение чувств, там, я люблю, да, или я не люблю, а в эпосе грамматическая форма третьего лица и скорее событие, событийность, действие, да, он там вышел из дома, он сделал, он пошел куда-то, он сделал что-то, там, пошел куда-то, и так далее. Так вот, здесь, смотрите, во всех трех произведениях, которые мы рассматриваем сегодня, значит, рассказ о событиях, о действиях важен и формы прошедших, допустим, глаголов прошедшего времени, да, важную роль играют, но тут, может быть, не с Некрасова лучше начать, а вот, допустим, допустим, с Тютчева, да, весь день она лежала в забытии и медленно опомнилась она, третье лицо, глаголы прошедшего времени, вот эпическое начало таким образом заявляет о себе. Фед обращается тоже к истории про прошлого, да, и он не отказывается от первого лица, в большей степени о себе рассуждает, но тем не менее, все равно некое эпическое начало тоже в этом есть. Ну, и у Некрасова тут вроде бы настоящее время доминирует, но тем не менее, все равно ряд каких-то действий, событий, свидания продлить желаешь ты, да, значит, не торопи развязки неизбежные, и хоть речь идет о настоящем, все равно просвечивает скорый переход этого настоящего в прошедшее, да, когда чувство любви будет исчерпано, когда развязка случится, да, и опять-таки вот такое эпическое прошлое, да, здесь тоже оно, в общем, так или иначе, как минимум, в подтексте присутствует. И вот в этом тоже, конечно, есть, ну, такое, знаете, нечто более современное, да, в поэзии трех рассматриваемых сегодня нами авторов, более такое, более, ну, прогрессивное, может быть, в каком-то смысле новаторское, да, по сравнению, допустим, с романтической поэзией начала девятнадцатого века, да, вот некая конкретизация, материализация любого нового чувства вопреки романтически привычному, такому, отвлеченному разговору о любви, да, во всех трех произведениях присутствует. Ну, и вот, знаете, так вот, двигаясь от общего к частному, да, от мироощущения поэта и от иносказания как свойства всех трех этих произведений, можно подойти и уже к анализу более конкретных, более конкретных каких-то особенностей, ну, допустим, если говорить о поэтической речи, да, если говорить о художественных средствах, и понятие иносказания широкое, понятие, простое достаточно, да, понятие иносказания поэтического, дальше уже воплощать какие-то термины литератургические, да, связанные там с приемами, тропами, фигурами, я бы тоже здесь старался сначала найти что-то общее и идти от самого простого, ну, допустим, вот сравнение, да, художественное сравнение найти в каждом случае, а и у Некрасова, и у Фета, и у Тютчева этот прием есть, ну, допустим, вот у Некрасова развернутое сравнение в последних, да, строках, так осенью бурлевее река, но холодней, бушующие волны у Фета, как в тот ужасный час, когда прощались мы у Тютчева, и вот как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила, да, также и другие тропы, ну, допустим, там вот у Фета много эпитетов, забытые, заветные, немые, может быть, для каждого конкретного случая выделить прием, который в большей степени характерен для этого стихотворения, но все равно я бы все-таки старался приемы, эти тропы, да, или там фигуры стилистические, похожие, найти во всех трех примерах и таким образом произведения эти тоже сопоставить. Ну, и на что еще я бы обратил внимание, скажем так, чтобы лица не общего выражения в каждом из этих трех случаев подчеркнуть, да, ну, вот, например, у Фета, в стихотворении Фета, в отличие вот Некрасовского и Тютчевского, есть заглавие такое конкретное, да, старые письма, и оно, как мне кажется, интересно для работы с этим текстом в том смысле, что как раз тоже раскрывает в какой-то степени вот иносказательность поэтическую, о которой я говорю, да, потому что в самом тексте слово письмо ни разу не появляется, Фета не говорит напрямую, о чем тут идет речь, но разгадка представлена в заглавии, да, вот таким образом иносказательность эта раскрыта. Допустим, у Тютчева, я бы сказал, что из всех этих трех примеров, вот Тютчев это такая история, что называется, со звездочкой, да, повышенного уровня сложности задания, потому что тут важную роль играют многоточие и отточие, которые вообще у Тютчева всегда важны, да, и они позволяют нам подумать поговорить о жанровом своеобразии Тютчевской лирики, но здесь речь должна идти о таком особым жанровом феномене, как лирический фрагмент, да, который, в принципе, у Тютчева зачастую присутствует в его творчестве, когда стихотворение имеет какую-то свою особую внутреннюю целостность, да, но при этом оно начинается, ну, что называется, без предисловий, да, объяснения контекста, да, вот сразу в первой строке Тютчев, что называется, переходит к делу, рассказывает какую-то историю, да, ее контекст мы домысливаем, да, или по произведению, которое у нас перед глазами, или, может быть, потом уже из каких-то дополнительных источников, там, из биографии поэта, и так далее, и вот это стихотворение, которое является частью Денисевского цикла, как некоего целого, такого, да, значит, более развернутого, может рассматриваться как лирический фрагмент, но и само оно складывается тоже, как будто из нескольких фрагментов, да, которые вот передают по-разному, в разные моменты, в разные, это сказать, да, периоды, воссоздают состояние возлюбленной лирического героя, да, вот ее болезненное состояние, изменение, да, этих состояний, вот как раз многоточие и отточие подсказывают нам такой подход к Тютчевскому стихотворению, и, наверное, вот эта иносказательность, о которой мы говорим, она в случае с Тютчевым, ну, приобретает такой особый философский оттенок и напоминает нам другие Тютчевские произведения, там его стихотворение Силентиум, да, вот эту концепцию невыразимого, скорее всего, Тютчев дает понять читателю, что человек на пороге смерти, да, вот на этом, ввиду этого перехода, да, в лучший мир, он ну, как будто, как будто, приобща, будучи одной ногой там уже, как будто приобщается к каким-то высшим универсальным началам, и тайна, загадка, которая скрывается, да, вот за этими сменой состояния, да, перехода от жизни к смерти, процесс умирания, да, эта тайна, эта загадка, она невыразима, и поэтому автору как будто не хватает слов, чтобы выразить, да, вот чувство горечи, связанное с утратой возлюбленной, но в то же время, вот, тайна мироздания, да, которая, которая непознаваема в конечном итоге, а здесь, конечно, в разговоре пучерском стихотворении, да, анализируя его с обучающими, наверное, следует быть осторожными, и, может быть, все-таки акцентировать внимание в большей степени на внешней его стороне, да, вот эту философскую, скажем так, да, философский разворот, ну, его оставить, я не знаю, там, для, в качестве такой факультативной работы для интересующихся, да, для особо глубоко чувствующих, думающих, наших, обучающихся, да, если таковые, если таковые будут. Вот, значит, наверное, уже ближе к завершению нашего разговора скажу, что для каждого стихотворения, вот тут целый ряд вопросов есть, которые вот эту концепцию, этот подход, о котором я сегодня говорил, раскрывают, я некоторые из них уже обозначил, да, допустим, для Некрасовского стихотворения, почему стихотворение о любви начинается со слов «я не люблю». Но вот, знаете, чтобы эту непростую поэзию, непростые тексты сделать чуть более простыми, я бы, может быть, даже не постеснялся поиграть в такую угадайку своеобразную, да, чтобы и на сказание постараться перевести общими усилиями с поэтического языка, метафорического, на язык более простой, обиходный, повседневный, там, допустим, ну, тут и простые вопросы могут быть, о каком этапе любви, любовной истории героя и героини стихотворения говорит слово сочетание «развязка неизбежная», да, какой оттенок любовного чувства знаменует ирония в Некрасовском стихотворении, или как вы думаете, готов ли герой произведения к расставанию с возлюбленной, допустим, у Фета в старых письмах, что скрывается за фразой «все, что давно-давно утрачено душой», вот что, если еще проще, да, говорить, что давно-давно утрачено душой, или кого лирический герой называет свидетелями немыми весны его души, как вы думаете, продолжает ли он любить героиню произведения, вот такого плана вопросы. Ну, а для Тютчева, для Тютчева на какое состояние героини стихотворение поэт указывает, дает ли, и я бы здесь двигался вот по этим, ну, фрагментам, как я их обозначил, да, из которых стихотворение складывается, на какое состояние героини указывает первый и второй стропах этого стихотворения, или, допустим, дает ли временное улучшение состояния героини, да, вот медленно напомнилось, она и начала прислушиваться к шуму, надежду на ее скорое выздоровление, или там, что подразумевается под словами все это, о, как все это я любила, ну, то есть, получается, такая уже конкретная работа с текстом направлена, как будто на расшифровку этого самого поэтического военносказания, да, и вот от этих вопросов, которые к чему взгляту стихотворения апеллируют, а они сюжетные, да, как раз вот это эпическое начало, о котором я раньше упоминал, вот в этой сюжетности и проявляется, поэтому удобно такие вопросы формулировать, да, к этому произведению, потом уже к языку, к тропам и фигурам речь, и вот, собственно, на более конкретных примерах, вот эпитет, вот метафора, вот сравнение, да, как эта иносказательность работает в языке. Ну, и, наверное, коллеги, вы, вот слушая меня, подумали, что ни в одном из приведенных примеров пока ни разу я не упомянул о биографическом контексте, да, хотя во всех трех случаях он известен, известен адресат, да, у Некрасова это Абдотия Панаева, у Фета Марии Лазич, у его Тютчева Елена Денисьева, и я бы предложил до знакомства с этими произведениями не погружаться обучающимся в биографический контекст. Мне кажется, интересно все-таки было бы поработать сначала с текстом, и, скажем так, от образов, да, эрического героя, героини стихотворения двигаться, да, от языка произведений, а потом, может быть, в качестве вопросов для самостоятельной работы предложить обучающимся ознакомиться с какими-то другими источниками, да, и для себя уже открыть биографический контекст в качестве дополнения к тому, что они уже узнали о поэтическом произведении. Я думаю, что это более правильный подход к тексту, чем если сначала, да, там, рассказать все Денисевой Лазич Панаевой, а потом уже стихотворение читать, ну, в качестве иллюстрации, биографического материала. Это, мне кажется, не совсем верно. Это формирует, но не совсем правильный механизм восприятие поэтического текста, да, все-таки лучше идти от поэтических образов дальше уже к биографическому контексту, как к некой дополнительной информации. Ну, вот, пожалуй, в основном это все, что мне хотелось сегодня вам рассказать, дорогие друзья. Буду рад ответить на ваши... А, вот что еще, да, чего я еще не сказал, но вначале упоминал об этом, что, разумеется, вот те произведения, к которым мы сегодня обратились, предлагаются в качестве примера, и такой подход к поэтическому тексту, вот скажем, к любовной лирике, да, поэту второй половины девятнадцатого века, можно отрабатывать и на других примерах, да, но вот здесь навскидку три примера, еще три примера предложены для продолжения этой работы, да, потом вот можно в досуге подумать, эти подходы постараться применить к этим текстам, да, допустим, Тютчев, о как убийственном мы любим, Некрасов, мы с тобой бестолковые люди, Фед к ней, разумеется, и другие произведения, да, тут тоже могут использоваться, здесь, конечно, возможна, и даже может быть необходима вариативность, да, по вашему усмотрению, вы можете выбирать те произведения, которые вам ближе, которые кажутся более удобными для работы, но вот повторю, такой подход, любовная лирика с одной стороны, да, а с другой стороны поэтическое, особое мироощущение и особое состояние, внутреннее состояние человека, да, которое проявляется в иносказательности, в иносказании поэтическом, да, и в различных его воплощениях, мне кажется удобным для изучения творчества поэту второй половины XIX века. Вот на этом точно все, если есть вопросы, пожалуйста. Да, Александр Витальевич, спасибо большое. Коллеги, смотрите, давайте мы с вами так поступим. У меня к вам просьба. Слышно меня сейчас, да? Коллеги, давайте договоримся так, у кого есть желание задать вопрос устного, пожалуйста, там значок поднимите руку, ладно, чтобы я понимала, кому из вас дать слово. Если кто-то, ну не знаю, по каким-то причинам не хочет говорить, можете написать в чате вопрос, да, и мы сейчас вот прочитаем эти вопросы, и сразу Александр Витальевич попытается на них ответить. Пока вы это делаете, думаете, вы зададите вопрос, поднимаете руки или пишете, я некоторые комментарии бы хотела дать к тому, что Александр Витальевич сказал, исходя вот из обсуждения, которое у нас было предварительно, во-первых, вот просто какие-то конкретные, да, просто такой ответ на то, что сказал Александр Витальевич, во-первых, по поводу биографии, я тоже всегда на этом настаиваю, мне кажется, что биографические сведения лучше всего давать после того, как мы познакомились и вообще поработали с текстом, потому что, когда даешь биографические какие-то вещи, они часто заслоняют, да, вот потом уже то, что есть стихотворение, у меня всегда вот такой пример классический, который я привожу по поводу стихотворения Ангела Лермонтова, потому что, когда мы говорим про это стихотворение и разбираем его, у нас там возникают очень разные там философские как бы истории, а если сразу сказать, и когда я потом уже, когда мы уже разобрались со стихотворением и говорим про душу, про душу человека, про душу поэта и так далее, и когда мы в конце, ну, какой-то факт приводим, да, биографический, что есть такое упоминание о том, что все-таки это стихотворение, это воспоминание Лермонтова о песне матери, которую он слышал там совсем, да, в глубоком детстве, это уже получается каким-то дополнением тогда, да, к тому, что мы вот сказали до этого, а если мы скажем об этом с самого начала, то тогда все стихотворение уже будет анализироваться, интерпретироваться только под этим углом, да, только с этой точки зрения, поэтому вот для того, чтобы биография не заслоняла именно как раз художественную, да, такую суть тех произведений, которые мы читаем, все-таки действительно лучше обращаться к биографии позже. Теперь второй момент, о котором написали уже коллеги, Александр Витальевич, у меня тоже к вам большая просьба, не могли бы вы добавить слайды, на которые вопросы вынести, я знаю, что они у нас с вами есть, мы их обсуждали, может быть, вот каждому стихотворению добавить слайд и прямо на слайд поместить вопросы к стихотворениям, они у нас с вами есть в отдельном файле, ладно, сделайте, пожалуйста, или, может быть, если вы презентацию мне пришлете такой, я могу это добавить, ну, как мы сейчас с вами договоримся, как это удобно, чтобы я коллегам отправила презентацию, где вопросы к стихотворениям отдельным уже будут. Еще несколько моментов, на которые бы хотела обратить ваше внимание, Вот посмотрите, когда мы берем этих трех авторов всех вместе, у нас есть, на мой взгляд, очень продуктивная возможность посмотреть на какие-то или повторить, или еще раз об этом поговорить, или углубить какие-то представления учащихся о лирике в целом, потому что мы здесь можем поговорить и о лирическом герое, и о лирическом сюжете в каждом из стихотворений. Можем говорить о средствах художественной выразительности, то, что говорил Александр Витальевич, сравнить эпитеты, сравнить сравнение, сравнить композицию, сравнить, как представлено лирическое «я», жанр можно сравнить, вот это мироощущение, где-то трагическое, где-то элегическое, где-то, может быть, совсем такое обращение непосредственно к адресату, как у Некрасова. Можно говорить о фрагменте как жанре, можно говорить об элегии, можно говорить о послании, то есть очень много вариантов, которые нам предоставляют вот эти стихи трех авторов, если их брать в сопоставление. И когда Александр Витальевич говорил о том, что можно выбрать другие стихи, вот я тоже, когда уже смотрела то, что подготовил Александр Витальевич, у меня возникла вот эта идея по поводу писем как раз, поскольку у Тютчевой тоже есть стихотворение, она сидела на полу и груду писем разбирала. То есть можно взять, например, этот стих, совсем уже сблизить эту тематику, не просто любовная лирика, а еще совсем про письма, тем более, что письма – это все-таки XIX век, история такая важная, сегодня превратившаяся в смски и так далее, а все-таки XIX век – это письма. И вот если, например, я бы взяла у Тютчева, она сидела на полной груду писем, разбирала у Фета старые письма, а у Некрасова есть письма женщины на Милой, например, да, то есть тоже как бы вот эта же тема, они написаны там уже, получается, в разные годы, разными людьми. Тоже было бы это интересно, да, о письмах любимого человека и как эта тема, то есть тему еще чуть-чуть сузить, как бы получается, да, и посмотреть, как она развивается у разных авторов. И действительно выйти вот на мироощущение поэта. И здесь тоже, мне кажется, вот может быть и прямая ситуация, и обратно, то есть можно двигаться от мира ощущения, можно двигаться от понимания этих поэтов к тому, как это мироощущение реализуется в поэтической речи, да, в их поэтических произведениях, а можно пойти обратным путем, да, то есть анализировать стихи, и исходя из анализа стихотворения лирического героя и насказательности, которые используются, от этого, из этого сделать вывод о мироощущении автора. Сначала мироощущение лирического героя, а потом и автора. Мне кажется, что вот очень продуктивная сама вот эта цепочка, которую можно и в прямом, и в обратном порядке реализовывать на занятиях по этой поэзии. Это вот, ну да, еще вспомнила, что стихотворение к ней, есть и у Некрасова стихотворение к ней, то есть тоже было бы, мне кажется, любопытно, да, взять два стихотворения с одинаковым названием и посмотреть, так сказать, в чем это обращение, как оно реализуется у разных авторов. То есть вот эта вариативность, она, конечно, может быть, но я понимаю, что поскольку Александр Витальевич уже представил вот работу по этим трем стихотворениям, тем более, когда вы там вопросы еще все посмотрите, конечно, можно напрямую воспользоваться тем, что подготовил Александр Витальевич, или там вот добавить то, что вы посчитаете нужным. Так, пожалуй, вот на этом я бы свой комментарий закончила, и я предлагаю коллеге все-таки вам задать вопросы. Я не вижу рук. Вы стесняетесь, вы что-то, ну, какие причины? Поднимайте руки или просто можете даже уже, не поднимая руки, включать микрофон и задавать вопросы или написать что-то. Нам просто было бы интересно, вот мы же, видите, такой подход предлагаем, да, сейчас, такой, который позволяет компактно, да, компактно поговорить об очень таких важных, серьезных и достаточно объемных вещах. И мы, заметьте, что мы не пытаемся упрощать, да, в этой ситуации, мы как раз пытаемся, может быть, чуть-чуть выходить на уровень более такой мета, как бы, да, более обобщающий, может быть, он даже как раз здесь будет продуктивнее. Пожалуйста, коллеги, отзовитесь, порадуйте нас. Я очень рада, что сегодня у нас участников больше, чем обычно бывает. Это прям приятно. Коллеги. Да, кто-то. Да, кто-то хочет. Кстати, Владимира Новосюченкова я хочу поблагодарить, конечно, за такую интересную информацию о том, как можно изучать лирику. На что я обратила внимание. Дети чаще всего, когда работают, и об этом шла речь, когда работают с отдельным произведением стихотворным, то они фиксируют внимание, прежде всего, на расшифровке состояния лирического героя. Причем это прослеживается не только в работах обычных учеников. Мы, например, проверяем муниципальные работы Всероссийской Олимпиады. Я тоже обращала внимание, что перекос такой идет. А когда они работают в сопоставлении, одно стихотворение, второе, третье, то они невольно хотят, а не хотят. Они должны задуматься о логической связи, эстетической связи, художественных особенностях стихотворения. Так что благодарю вас за этот подход. Я раньше такие уроки проводила, называла их на поэтических перекрестках. То есть это такой проверенный уже метод и способ. Вы еще раз убедили, как можно работать и как можно развивать в детях вот это умение не просто трактовать простыми словами состояние лирического героя, а показывать художественные особенности, логику развития связи. Так что спасибо за опыт полноценный. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Витальевич, отзоветесь что-то по этому поводу? Микрофон, Александр Витальевич. Микрофон. Да, да. Могу поблагодарить только за добрые слова. Я, знаете, еще о чем подумал, что при таком подходе, наверное, и Тютчев, и Фет как-то по-новому открываются. Но Тютчев и Фет и Тютчев, они как-то вот рядом в школьной программе всегда. А Некрасов, все-таки, мне кажется, от них обособлен несколько. Обычно как-то вот он отдельно особняком стоит. А вот его тоже в этот ряд поместить, это как раз возможность Некрасова, ну, что называется, как-то несколько обновить, освежить материал Некрасовский. Какие-то нетривиальные подходы к нему найти. Потому что вообще не все помнят любовную лирику Некрасова. Да, вот в ее соотнесенности с Фетом и Тютчевым она особенно интересна. Это, может быть, даже в большей степени важно именно для какого-то нового открытия Некрасова. Хотя и Тютчев и Фет тоже. Но вот я на это сейчас обратил внимание, подумал, что... Такое остранение Некрасова. Некрасов как-то по-новому совершенно звучит в таком комплекте. Я бы сказала о человечине, потому что его как гражданина все-таки принято так толковать. Да, вот гражданская лирика, на этом больше делается акцент. И действительно теряются вот эти вещи, которые действительно очень важны, которые как раз, может быть, более близки ребятам, когда они сравнивают и сопоставляют именно на уровне любовной лирики. Мне кажется, и его личность, она становится более такой многогранной, а не такой плоской, как там достаточно часто это происходит. Тютчев и так почти как дуэт воспринимаются. Мне кажется, как трио они лучше звучат. Да, да, да. Мне тоже так кажется, да. Так, коллеги, еще что-то вы хотите сказать? Коллеги, давайте поактивнее. Нам же интересно с вами пообщаться. Коллеги, ну смотрите, давайте договоримся тогда о вобщении дальнейшем. Смотрите, учителя, которые пришли к нам сегодня, все они находятся в чатах ресурсных центров, где я сегодня размещала, собственно, приглашение. Я туда же тогда отправлю, когда у нас сейчас технические специалисты обработают записи этой встречи, я отправлю ссылку на встречу, отправлю туда же презентацию, когда Александр Витальевич немножечко доработает, да, по вашим предложениям. И я тоже вам ее туда отправлю. У нас встречи сейчас идут через неделю, то есть неделя русской, неделя литература. То есть по литературе мы с вами встретимся ровно через две недели. И я предполагаю, что мы будем говорить, скорее всего, о... Сейчас мы о Достоевском, по-моему, договорились. Мы Татьяну Леонидовну Шигину, нашего эксперта, попросили. А дальше следующий будет еще по Толстому. Антон Алексеевич у нас готовит с Кулачев. Вот, а Александр Витальевич потом тоже вернется к нам со следующей темой. Я подозреваю, что ему Чехов достанется, но это так пока предварительно. Вот, это у нас такие вот планы на ближайшее время. Поэтому приходите, пожалуйста, мы будем очень рады. А коллегам по СПО я, естественно, то же самое продублирую и презентацию, и ссылку на встречу в чате по СПО, который у нас с вами общий чат, где вы все находитесь. Туда отправлю. И следующие анонсы тоже, соответственно, буду размещать там же. Есть ли у вас какие-то еще пожелания вот по материалам? То есть, если будет презентация и будет видеозапись, мне кажется, что, ну вот, по итогам встречи, наверное, этого будет достаточно. Как вы считаете? Или есть что-то еще с пожеланием? Я думаю, этого достаточно. Спасибо большое. Хорошо. Коллеги, ну что ж, тогда не будем мы вас задерживать. Мы с вами практически час поработали. У вас тоже у всех есть, наверное, свои занятия, свои дела. Александр Витальевич, вам огромное спасибо. Я всегда с большим удовольствием вот вашу логику воспринимаю, которую вы предлагаете, потому что она всегда нетривиальна. Она всегда вот дает какую-то новую продуктивность для нас. Потому что коллеги, ведь все, которые у нас собираются, и СПО, и школы, это все очень опытные люди, да, которые давно работают или там недавно работают, но тоже имеют уже определенный опыт. У них есть свой взгляд на изучение классических произведений. И автор, когда мы им даем какой-то другой подход, мне кажется, всегда интереснее, чем, ну, традиционные методические подходы. Так, коллеги, если вам вот это... Я, может быть, картинку эту вам тоже отправлю с моделью, да, которую мы предложили, может быть, она вам тоже для чего-то пригодится, для ваших собственных размышлений. Александр Витальевич, спасибо большое еще раз. Коллеги, спасибо большое, кто сегодня с нами был. Приходите к нам обязательно в следующий раз. Будем вас ждать и будем рады с вами встречаться и работать. Вам всем доброго вечера. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Очень интересная встреча. Спасибо, Александр Витальевич. Спасибо. Спасибо. Всего доброго тогда.